Да ладно, хуй с ним! Пошло всю пизду! Сколько можно, блин? Сколько нормально, наоборот! Всем привет! Конси здесь! Сегодня, как я вам и обещал, мы поговорим об анимации в ГД. Самое видео будет разделено на две части. Сначала мы поговорим об анимации, которая не заторагивает покадровую, а именно анимации, которые основаны на триггерах Move и Rotate. Это те анимации, которые используют большинство количества креаторов. И вторая часть видео будет о покадровой анимации. В самой ГД сейчас это почти не используется. Я пока, кроме себя, не видел ни одного человека, который бы также старался использовать покадровую анимацию в ГД. Также хочу сказать, что копии всех анимаций и уровней, которые я буду показывать в видео, я выложу на свой бусте по самой дешевой подписке. Также только там сейчас выкладываю новые прогрессы по Агите. Первое, что вам нужно знать об анимации через триггеры Move и Rotate, это то, что их нельзя использовать абсолютно на все. Вам нужно понимать, что в основном это используется для мувов блоков или пил. Пример использования этих триггеров по отдельности я объясню сейчас. Самое легкое это Move Trigger. Его почти всегда используют для добавления интенсивности в парт, либо для создания более оригинального геймплея. Насчет интенсивности я вам приведу пример моего соло-уровня. Как вы видите, мув триггеры добавляют больше энергии в парт и неплохую интенсивность. Настройки триггеров довольно простые. Просто каждый дизайн смещается на один блок с настройкой Bounce Out, что добавляет вот такой вот эффект от отскакивания. Здесь само правило мувов довольно простые. Дизайны, которые сверху игрока, движутся сверху вниз, а дизайны, которые ниже игрока, движутся снизу вверх. На самом деле, если бы я сделал мувы в одну сторону, то это выглядело бы лениво, а с тем правилом, которое я воспользовался здесь, заставляет выглядеть весь парт более оригинальным. Другой пример использования простейших мувов я могу показать на моем парте в Шенегаме. Но тут уже все немного по-другому. Ведь здесь на все мувы у меня было около пяти групп, и именно из-за этого я не могу делать отдельный мув на каждый отдельный дизайн. Поэтому я воспользовался довольно простым правилом, чтобы хотя бы немного добавить интенсивности парт. Все довольно просто. Для начала я добавил две группы абсолютно на все блоки. То есть каждый дизайн имел одну и ту же группу. После этого я сделал вот такие вот мувы. Они никак не влияют на гп, но зато добавляют хоть немного интенсивности в парт. На самом деле, первое, что вам нужно учитывать, это то, что с мув триггерами нужно быть невероятно осторожным. В первую очередь из-за того, что то, как именно вы будете их использовать, целиком и полностью зависит от интенсивности, скорости и атмосферы парта. То есть очевидно, что на спокойный парт быстрые и интенсивные мувы добавлять не стоит. То же правило работает и на вот эти вот настройки мувов. Единственный совет, который я хочу дать, это экспериментируйте. Когда делаете мувы, экспериментируйте с этими настройками и проверяйте, что именно, по вашему мнению, будет выглядеть лучше и больше подходить самому парту. Дальше перейдем к ротейтам. Если вы видели мои последние парты и заходите на мои стримы, то знайте, что я начал делать большие круговые арты. И именно в таких вот круговых артах ротейты раскрывают себя больше всего. Как пример, возьму пару таких вот работ. Для начала давайте посмотрим круговой арт в ватрафоле. Напоминаю, что на бусте уже залита копия парты. Здесь я сделал акцент на арте внутри, а все круги и детали крутятся вокруг этого арта. На самом деле, много ума здесь не нужно. Ротейты работают довольно просто, но их очень легко сломать, поэтому стоит работать с ними очень осторожно. Последнее, что я хочу сказать насчет этого вида анимации, это смесь ротейтов и мувов. Тут довольно все сложно, потому что в первую очередь данная смесь работает хорошо далеко не везде. И перед тем, как такое делать, стоит подумать, а подойдет ли такая анимация к этим деталям и к парту в общем. Как пример, снова даю свою старую работу, а именно парт из моего сольника, в котором посчитал, что сон кгп идеально подходит под данную анимацию. Конечно, все после этого начали поголовно копировать эту анимацию, но единственное, что это значит, что она вышла очень хорошо, чему я безусловно рад. На самом деле, насчет мувов можно было бы рассказать гораздо больше, но для базы всего, что я сказал, будет достаточно. Но давайте перейдем уже к главной части этого ролика, а именно про покадровую анимацию. Покадровую анимацию Покадровая анимация, думаю, понятно откуда пошла. В первую очередь из индустрии мультипликации, аниме и тому подобного. И все правила, которые работают там, работают и в ГД. Первое, что вам нужно учитывать, это то, что хоть это занимает не особо большое количество групп, но жрет просто невероятное количество объектов. И сейчас я объясню вам, почему так происходит. Покадровую анимацию можно сделать только одним способом. Давайте рассмотрим это на примере Дунда, моего замороженного сольника, который полностью сделан из покадровых анимаций. Также файл самого уровня я закину на бусте. Начнем со второго парта. Здесь у нас анимировано много чего. И первое, что я вам покажу, это вот эти вот шипы, которые крутятся вокруг своей оси покадровой анимации. А как же ее сделать? Все довольно просто. Нам нужно сделать отдельно каждый кадр кручения шипа. Я показал вам на экране каждую фазу этой анимации. Почему это было сделано именно по кадровой анимации? Это все довольно просто. Через мув или ротейт триггеры это реализовать просто-напросто невозможно. После отрисовки каждого кадра, единственное, что нам остается сделать, это настроить триггеры под эту анимацию. Я лично все это сделал через триггер альфа. Тут все довольно просто. Когда у нас появляется первый кадр, все остальные исчезают. Следом появляется второй кадр, и все остальные затухают. И мы просто берем и зацикливаем всю эту анимацию. Что в итоге нам дает вот такой вот эффект. Стоит ли оно такого огромного количества объектов? Не думаю. А если мы берем и делаем анимацию на какой-то огромный объект, как пример Foreground, то думаю, что такое количество объектов не сильно большая проблема. Дальше, как пример, в том же партии лазеры. Моя главная цель была реализовать их так, будто они что-то сканируют. С задачей я думаю, что справился. Также все ключевые кадры вы видите на экране. Но теперь задается довольно очевидный и важный вопрос. Насколько сложные и нагруженные объекты можно вообще анимировать таким способом? Ответ простой. Анимировать можно абсолютно все. Как пример, возьмем анимацию открытия глаза с того же уровня. Сама анимация выглядит вот так. Сделана довольно быстро и используется как IR Decor. Все ключевые кадры вы видите на экране. Мне удалось его сделать довольно быстро только из-за того, что я знаю анатомию глаза и проходил все это в художке. Но вам я советую в таких сложных структурах использовать референсы. Достаточно просто поискать анимацию глаза, и вы увидите довольно много работ именитых художников, от которых вы можете отталкиваться. Сама покадровая анимация не ограничивает вас ни в чем. Вы можете анимировать все, что угодно и как угодно. Но стоит учитывать, что если переусердствуете, то парт будет весить очень и очень много, что в итоге сделает его неиграбельным. Спасибо за просмотр, а с вами был Конси, и до новых встреч. Я лично все это сделал через триггер Альфа. Тут все довольно... У тебя есть талант. Никакого таланта у меня нет. Я просто трачу больше времени на обдумывание картины, чем другие. И когда непонимающий человек говорит о таланте, кажется, будто он говорит, что ты совсем ничего не делаешь.